боже мой как-то если так анжела 16 привет привет димон здорово 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 мужики здорово 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 привет здорово приветку первый поздоровался человек с очень тяжелым ником тяжелым понеслось будет понеслось да ребят всем привет всем привет спасибо за лайки спасибо за все худший специалист по youtube в городе сегодня снова в прямом эфире человек который не разбирается ни в чем кроме стирки носков вас приветствует хай хай я тебя поздравляют и на ютюбе да отлично я счастлив я невероятно счастлив от того что я на ютюбе просто для меня это праздник привет из шотландии вот это прикольно там сидит в юбке чувак и на волынке играет и смотрит меня сегодня хотел что рассказать ребят вот сегодня провел несколько консультаций персональных и у людей очень часто такая проблема они хотят снимать какую-то ерунду на ютюбе кто из вас ведет youtube канал поставьте семерку а кто планирует поставьте восьмерку а кто не ведет и не планирует девятку в такую игру играем да у миссии все дни рождения до у школьников этого так вот заметил такую тенденцию люди очень сильно сфокусированы на одних и тех же тематиках то есть вот они увидели что в прошлом году очень хорошо заходили топы и в этом тоже заходят или детские каналы и все таки будем делать топы будем делать детские каналы но нельзя забывать одну такую простую вещь на детских каналах и на топах не всегда можно подняться быстро особенно если вы без бюджета и особенно если вы без связи и поддержки выступаете а есть тематики в которых довольно легко подняться хотел про них рассказать во первых совсем недавно я обнаружил что есть такая тематика как долги поставьте плюсик у кого есть долги кредиты или еще что то так вот я посмотрел попарсил запросы есть куча запросов там как не возвращать долг что будет если не возвращает долг угрожают коллекторы все такое и на самом деле запросов довольно много и контента практически нет если сделать такой канал условно говоря рассказывать юридические тонкости работы коллекторов до рассказывать как там перекредитоваться и все такое это будет очень актуально потому что в россии на данный момент кризис плюс нельзя забывать что эта тематика реально довольно востребованная, денег сейчас у людей нет, кредитов огромное количество у людей, и на этой тематике можно зарабатывать быстро. То есть, если там брать тематику какой-нибудь ДОТ и второй, там можно полгода канал поднимать, а то и дольше. А на кредитах можно поднять канал за месяц с небольшими вложениями или вообще бесплатно. И довольно быстро его монетизировать, просто продавая курсы или продавая еще что-то. Не с партнерками Ютуба связанного. Потому что партнерка Ютуба, как вы понимаете, приносит довольно немного. То есть, на самом деле, всегда намного интереснее работать в нише, в которой деньги проще вывести быстрее. То есть, это могут быть любые вещи, которым вы можете людей научить посредством интернета. Это могут быть курсы по похудению. Поставьте плюсик, кто жирный и хочет похудеть, как я. Я сам поставил плюсик, но я сам себе не могу поставить, к сожалению. Нужно работать сейчас в тех нишах, в которых можно быстрее монетизировать, на мой взгляд. Так просто проще, особенно на старте. А люди снимают, ну просто звонят одни и те же люди, ну разные люди, да, но одни и те же в плане мышления. Они говорят, вот я хочу Counter-Strike снимать, или я хочу Dota снимать. Это очень прикольно, это отлично. Но, к сожалению, в этих нишах не всегда быстро можно монетизировать. Особенно, если ты стартуешь с нуля и без бюджета. А вот кредитная ниша, которую я вам, например, только что предложил, намного быстрее может монетизироваться. Могу еще одну классную тему спалить. Когда начнется призыв военный, очередной, огромное количество людей ренится просто искать там курсы, какие-то советы по тому, как не пойти в армию. А в армию никто не хочет. Кто не хочет в армию, поставьте тоже плюсик. Про похудение зайдет, можно курсы продавать. Люди до сих пор продают. Хотя, казалось бы, тема заезженная. С армией то же самое. То есть можно, знаешь, взять интервью с блогерами, которые служили, которые не служили. Почему? Можно сделать офигенно хайповый канал, на этом хорошо заработать. Потому что можно продавать курсы, советы, вебинары, консультации, все что угодно. Причем вот такой канал можно поднять буквально за месяц перед призывом, когда поисковый трафик будет особенно большой. То есть начать поднимать сейчас, как только призыв, этот канал будет хайповать. Потому что с такого канала, где хорошо разбирают, есть такие каналы, но их довольно немного. Конкуренция намного меньше, чем в какой-нибудь доте, при этом денег намного больше. Короче, я бы на вашем месте думал в каких-то таких денежных направлениях. Какой процент забирают с партнерки на Твиче, спрашивает человек. Насколько я знаю историю с Твичом, там 3,5 баксов платят за 1000 просмотров в час. По крайней мере, у нас почему-то так платят. Я не специалист по Твичу. Мне кажется, Твич, ну, мне не очень интересен Твич, скажем так. Дело в том, что на Твиче нужно уметь классно разговаривать, общаться с аудиторией и в это время еще играть. Я, например, так не умею. Мне вообще играть не очень интересно. Но я зарабатывал на Твиче 37 тысяч за 24 часа, но это было только один раз, и я очень был хитер. Поэтому тут спрашивают, сколько тысяч у Е я зарабатываю в месяц. Очень сложно сказать, потому что курс у Е все время разный. Что делать, если хочешь снимать видео, но лень, но ничего не делать в таком случае? Ничего не делать, это вообще классная стратегия. Я могу показать вам свинью Бэтмена, она целыми днями лежит и ничего не делает вообще. И у нее ничего в жизни не происходит. Вот у свиньи Бэтмена вообще ничего не меняется. Он лежит, лежит. Сегодня даже ему лень в ролике сниматься. Он обычно в перископе в эфир хотя бы выходит. Почему видео лучше публиковать утром? Кто тебе такое сказал? Юля, кто тебе такое сказал, радость моя? Ты что? Панда, я буду на тебя обзор снимать. Хейтерский какой-то. Скажешь, что у меня большие уши. Да нормальные у меня уши. Нормальные уши. Что ты лезешь? Поставьте 6, если у меня нормальные уши. Нормальные. Ну что? Что ты начал? Да свинья не может встать даже, ребят. Тимфор, ты заметил, что ты как-то скатился? Вот ты какой-то скучный стал. Раньше хоть ты смешной был, а сейчас какую-то вот... Да, заметил Тимфор? Ребят, поставьте плюсик, кто считает, что Тимфор скатился. Вообще, вот Тимфор как-то раньше тебя хоть смешно было читать, а сейчас ты как-то... Панда, расскажи, как ты был в тюрьме. Тяжело было. В тюрьме было тяжело. Я там был центровым, я там отвечал. Да, Тимфор, говорят, ты дурачок здесь пишут. А мне кажется, нет... Есть оптимальное время выхода ролика по Москве? Вот смотри. А раньше с пабликами ВКонтакте какая фигня рулила? Я тебе просто на примере. Люди говорили, вот, выкладывайте в прайм-тайм по Москве. Вот в паблике ВКонтакте очень четко помню. 8, 9, 10 по Москве, выкладывайте, все будет хорошо. Ладно, люди начали выкладывать 8, 9, 10 по Москве, и так начали делать все. В итоге конкуренция в это время выросла. Почему, допустим, я выкладываю видео в 9 утра? Потому что в 9 утра довольно небольшая конкуренция. С одной стороны. Но с другой стороны, все относительно. Я считаю, что нет оптимального времени выкладки видео. Можно и в час ночи выкладывать. Там, скорее, другие факторы больше влияют. Единственное, что если вы видео толкаете, например, в топ коллективно, или вы просто хотите в топ и чаще попадать, там, наверное, есть более хайповое, более праймовое время. Но, опять же, в праймовое время больше людей выкладывают. Так что тут, мне кажется, сложно угадывать. Надо экспериментировать. Когда буду стримить на Твиче? Я думаю, что редко буду стримить на Твиче. Когда-нибудь что-нибудь. Зайдет ли канал подготовки к ЕГЭ? Вот я не знаю, если честно. Может быть и зайдет. Но, понимаешь, ЕГЭ все-таки... Есть вещи, которым интересно учиться. Вот, ребят, поставьте семерку, кому интересно учиться заработку в интернете. А теперь поставьте восьмерку, кому интересно или было интересно учиться в школе. Людей, которым интересен заработок в интернете, намного больше. И заработку в интернете учить интереснее, чем ЕГЭ. А ЕГЭ, понимаешь, оно ассоциируется с тем, что вот какая-то вот... Поэтому не знаю. Понятно, что продавать какие-то курсы или продавать левые билеты, это интересно. Канал растет, но медленно. Как ускорить? Покупать рекламу. Не могу понимать, что пишет человек. Почему у меня оранжевые очки? Потому что я человек оранжевые очки. Зайдет ли тур по Праге? Брат, это очень глупый вопрос. Смотри, есть, грубо говоря, два формата работы на Ютьюбе. Если вот просто вот сухо про Ютьюб, да, вот сейчас, ребят, 40 секунд про Ютьюб. Вся правда о Ютьюбе за 40 секунд. Поехали. На Ютьюбе есть, грубо говоря, два формата, которые заходят. Первый формат это шоу, второй формат это полезный контент. То есть ты или даешь полезные знания, или ты делаешь шоу. И второй важный момент для Ютьюба, очень важно удержание аудитории. Чем больше у тебя удержания аудитории на ролике, тем лучше. Все. Я рассказал вам все про Ютьюб, даже быстрее, чем за 40 секунд. Соответственно, отвечая на вопрос про тур по Праге, если это будет шоу, и это будет еще и полезная информация, это будет хорошее удержание аудитории, это зайдет. Если это будет тухлое шоу, или вообще не шоу, если это будет какая-то энциклопедическая, тупая, бесполезная, никому не интересная информация, это не зайдет, это не будет удерживать аудиторию. Теперь вы можете задать любой вопрос себе, и просто посчитать, где в вашем контенте шоу, где в вашем контенте полезная информация, и будет ли это удерживать аудиторию. Все. Это был Вайн, да-да-да, это был Вайн. Панда Свинью, браво, пачипачипфан пишет, спасибо, спасибо. Запарил, гогольт про телок говорить. Будут бабки, будут телки. Стоит ли потратить год, чтобы начать канал, или учиться пойти? Не знаю, смотри, я же не знаю, на кого ты пойдешь учиться, сколько ты будешь зарабатывать. Я знаю, что в России сейчас нищенские зарплаты, например. Где свинья Бэтмен? Неужели кризис? Да, у него проблемы. Нет, свинья Бэтмен, его скосила лень на самом деле. Когда буду с Артемкой трансляции проводить? Да не знаю. Посмотрим. Я не очень люблю, когда пишут не на русском языке, потому что я просто не знаю вот этот язык, на котором ты пишешь, но ты пишешь про Ивангая. У Ивангая нет полезной информации, но у Ивангая есть шоу. Я же сказал, или полезная информация, или шоу, или все вместе. У кого брать пиар? Нужно считать, я уже рассказывал, как считать в одном из эфиров. Как относишься к российской эстраде? Отличный вопрос, он очень подходит под тему нашего сегодняшнего эфира. Не знаю, никак не отношусь. Пойдет ли такая идея курсов выживания на YouTube? Опять же, вот смотри, есть формат Bear Grylls, который там мачу пьет. Это здорово. Ребят, кто пил мачу, поставьте плюс. И, конечно, это интересно. Это прикольно. Но, с другой стороны, можно же и грустные вещи рассказывать. Поэтому от человека зависит. Я бы не сказал, что топы это полезная информация. Зайдет ли перезалив перископов известных блогеров? Да, зайдет. Причем вообще почти любых блогеров заходит. Мой основной канал, наверное, пандернизейшн. Там больше подписчиков. 320, сколько? Свинья Бэтмен. Да нет, он нормально с ним. Все, чего вы пристали? Нормально все с свиньей Бэтменом. Чего вы пристали? Вы как этот. Вы с этой свиньей Бэтменом? Вот честное слово. Может быть, тогда черт с ним. Мне вообще не перископить. Поставьте плюс, кто хочет смотреть перископы свиньи Бэтмена, а не мои. Вот кто смотрит только ради свиньи Бэтмена, ребят. Есть такие люди? Вот, видишь? Вот он. Вернулся. Ну, понажимайте ему на пятачок. Хорошо. Давайте, у вас есть шанс. Волшебный пятачок, ребят. Нажимаешь на пятачок, и любое желание сбудется. Нажимай на пятачок и загадывай желание. Только одно можно. Давай. Быстрее. Последняя секунда, ребят. Нажимай и загадывай желание. Быстрее только. Все. Ну, успели, не успели. Если не исполнится, потом к свинье Бэтмену спросите у него, почему не исполнилось. Ладно? Я не знаю. Это не от меня зависит. Это свинья Бэтмен. Все плохое от свиньи Бэтмена. Можно ли получить бан? Нет, нельзя. За перезалив перископа бан ты не получишь никогда. Сколько желательно тегов ставить к видео? Я считаю, что 10. Некоторые считают, что 15. Некоторые говорят, что можно ставить 30, 40, 50. Некоторые играть теги не работают. Так что... Миссисип меня не пиарит. Миссисипи классный, кстати. Миссисипи вообще здоровский. Мало людей таких классных, как Миссисипи. Миссисипи и, пожалуй, свинья Бэтмен самые классные люди этого года. Было бы прикольнее, если бы свинья Бэтмен иногда перископил. Да, но он, к сожалению, не говорящий. Ему слишком лень говорить. Дело в том, что кризис, и ему тяжело разговаривать. Сколько бы я хотел получать? Ну, 1700 рублей в месяц меня бы устроило на данный момент. Зависит ли качество звука с микрофона от производительности компьютера? Зависит от звуковой карты. Если звуковая карта плохая, то даже плану, даже хороший микрофон ее не вытащит. С другой стороны, если плохой микрофон, но хорошая звуковая карта, может добиваться неплохого звука. Мы экспериментировали. У нас когда-то была карта, как же она называлась? Блин, не могу вспомнить. Трудно. Короче, у нас была внешняя звуковуха. Fast Track Pro она называлась. Fast Track Pro. Она даже с плохого микрофона вывозила хороший звук. Но она тоже дорогая. Стоит ли писать ноутбука твоей бабушке? Я думаю, это хорошая идея. Можно ли перезаливать мультики, например, Маша и Медведь? Нет, YouTube будет выкидывать рано или поздно. Какой у тебя ком? Да говно какое-то. А у меня уже было 100 зрителей, все нормально. Как можно зарабатывать в Стиме? Мне кажется, в Стиме можно зарабатывать какие-то копейки. Я не знаю людей, которые зарабатывают много в Стиме. Знаю людей, которые кидают школьников. Они зарабатывают много. Пройдут какие-то липовые курсы, какую-то липовую фигню. Вот таких людей в Стиме можно зарабатывать. А так это все мелочь. Так. Да, мошенничество. Продается ли свинья Бэтмен? Я думаю, что свинья Бэтмен не продажный парень. Свинья Бэтмен не продается. Он слишком хорош. Ну что, ребят, давайте на прощание, на конец трансляции. Да, можете загадать желание, если еще не успели, нажать на пятачок свиньи Бэтмена. И в принципе все сбудется. Вот, нажимайте на пятачок, пока есть время, и будем прощаться с вами. Так. Панда, сломай мне голос. Это свинья Бэтмен. Давай, хочешь сломать голос, нажимай на пятачок, и будем прощаться. Нажимай на пятачок, ребят, кому голос там нужен, кому сиськи большие, член большой. Нажимайте, нажимайте. Сработает точно. Свинья Бэтмен много зарабатывает, да. Он даже себе может позволить то, чего есть, и не могу позволить. Все, на меня нажимать не надо. На меня, к сожалению, это не работает. Все. Всем пока. Кроме Юли. Юли, я тебе сейчас буду в чатике интимные сообщения отправлять. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok